Но прежде чем я буду на эту тему проповедовать, я хочу детям и подросткам рассказать рассказ. Вы послушаете меня, дети? Нет, тут братья, только вы же не дети. Вот братья говорят, с удовольствием. А дети, вы хотите рассказ или нет? Ну-ка, кто хочет? Кто хочет рассказ? Вот только вот тут хотят. А вот там тоже немножечко. Вот там, смотрю, тоже есть желающие. Ну, хорошо. Хорошо, тогда я буду для вас рассказывать, но вы уже слушайте. Дети, напомню текст Писания, который записан в послании к Ефесиным, в 6 главе, 1 стих. Кто помнит, что там написано? Так, 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 стоп, не подсказывают у вас преподаватели такие именитые библейских курсов. Они уже сразу шепчут, что-то говорят, не надо подсказывать. Это как экзамен, небольшой экзамен. Что написано? Послание к Ефесианам, 6, 1. Ну-ка, где руки ваши? Ну, хорошо. Так, так, так. А, нет, 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 нет. Дети имеются в виду физического возраста. Ну, возраста, не дети, как по принадлежности к Богу, а вот физического возраста дети. Тогда я прочитаю вашим детям, которые не знают. Послание к Ефесианам, 6, 1. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость, почитая отца твою и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Дети, вы знаете эту первую заповедь? Ты знаешь, мальчик? Конечно, знаешь. Просто посмущались поднять руку. Я тоже так думаю. Так вот, я хочу вам рассказать рассказ. Постараюсь, может быть, так вот сжат его, хотя рассказ интересный. Хочу рассказать вам рассказ одного мальчика. Он родился в одной христианской семье. Звали его Яша. Это была большая многодетная семья, но этот мальчик, он по-собому отделялся от всех мальчиков. Он родился физически крепким, росленьким таким, когда стал, ну, уже возрастать. И он как-то выделялся из всей семьи. Когда он пошел в школу, он хорошо учился, был почти на голову выше всех своих одноклассников. И так было до 10 класса. Он окончил школу, и у него был рост метр восемьдесят. Вот я смотрю, тут тоже у вас есть несколько братьев по метр восемьдесят. Может, один, так, может, два, но много нет. А он такой был рослый, в плечах широкий, такой сильный. Он занимался спортом. А вот папа с мамой его все время звали в собрание. Яша, пойдем на собрание. Ну, когда он был маленький, вот так вот, как вы, детки. Вот сколько тебе лет, мальчик? Вот сколько тебе лет? Ну-ка встань, пожалуйста. Сколько? Одиннадцать. Вот когда Яше был одиннадцать, он тоже так ходил в собрание, так сидел на лавочке со своими сестричками-братиками и слушал проповеди. Но когда ему стало семнадцать, ему стало скучно. Ну, да что там я с вами сижу? Вот мне вот интереснее в кино пойти. Ну, тогда так у нас в России не было, еще и телевидения в каждом доме. Вот, вот я лучше туда пойду. Мама с папой его уговаривают, сыночек. Надо в собрание ходить. А он говорит, мне скучно в собрание. Да, вот такой был Яша. Может, кому-то из вас, детки, скучно? Бывает, да? Но даже если вам скучно, если вы что-то не понимаете, но если папа и мама говорят вам, дети, пойдемте в собрание, то Писание говорит, дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость, и будет тебе благо. И вот этот мальчик уже подрос, в собрание перестал ходить, его призвали в армию. И так как он такой был жослый, представительный, его призвали в морфлот. Многие мальчики мечтали попасть в морфлот. Это красивая форма такая. И после окончания службы можно было куда-то поступить, были какие-то льготы вот таким юношам. И вот он поступил в морфлот. Из далекой Сибири его привезли в город на Белом море, в Мурманск. Его привезли в этот город, и там он проходил некоторую службу, маленький курс. А потом его, их часть, или, ну, часть из их части определили на определенный корабль, и два корабля, и одна подводная лодка готовились в кругосветное путешествие. Яша так это понравилось, что его, как отличника службы, включили в этот список, и он на двух крейсерах, на подводной лодке отправится в кругосветное путешествие. Он так этому радовался. Он завел себе дневник. Вот как только он вступит на подводную лодку, он будет записывать каждый день свои переживания. И вот они отправились. Они проплыли по северному ледовитому океану, вдоль Курилских островов, опустились вниз, вошли в Индийский океан, ну, вот прошли сюда вниз, и подошли сюда, к Атлантическому океану. И вот здесь что-то случилось. Два крейсера плыли впереди. Между ними на небольшом расстоянии шла подводная лодка, она погружалась до 100 метров в глубину. И вот неожиданно произошел такой случай. Произошел сильный взрыв на подводной лодке. После этого взрыва образовалась трещина. и через эту трещину, которая отделяла всех, кто находился, весь экипаж подводной лодки, стала проникать вода. На подводной лодке стало темно. Двигатели, от взрыва одного, там всего три двигателя было, от взрыва одного двигателя вышел из строя второй двигатель. стало темно. Потом включился аккумуляторное освещение, которое непродолжительно может работать. Но самое страшное, что подводная лодка стала медленно погружаться вниз. Командование подводной лодки оповестило, что на корабле, на их подводной лодке аварийная ситуация. Один матрос погиб при взрыве этого двигателя. Ситуация была очень трудная. Вода входила в подводную лодку, и лодка стала погружаться. Яша вдруг подумал, что они как раз находятся где-то примерно на уровне этой большой впадины, которая 11 тысяч метров. И он подумал, если лодка не остановит свое погружение, то они могут уйти на эти 11 тысяч метров. Ему стало страшно. Он понял, что их никогда никто не подымет с такой глубины. он запереживал. Он понял, что жизнь его может прекратиться так, как прекратилась друг его, друга его, которого звали Николай. Он был рядом с этим двигателем, когда взорвался двигатель, и он погиб. смотря на умершего друга, он подумал, сейчас может прекратиться его жизнь. Совсем немного, закончится кислород, лодка медленно погружается вниз, и их никогда никто не найдет. Ему стало страшно. Как вы думаете, о чем он в это время вспомнил? Ну-ка вставай, ты мне уже так помог немножечко. Вот вставай, вставай, пожалуйста. Ну, вставай. Не хочешь мне помогать, да? Тогда вот первый мальчик сидит. Да, да, вставай. Тебя как зовут? Как? Даниил. Ну, конечно, такой мальчик встанет. Имя-то какое у тебя красивое. Даниил, муж желаний. Данечка, а вот как ты думаешь, вот представь себе, ты на этой подводной лодке погружаешься вниз, там темно. Вот как? Вот о чем бы ты подумал в это время? Не знаешь. А вот за тобой мальчик в красненькой кофточке сидит. А ну-ка вставай. А ну-ка вставай. Ну-ка, и ты поставь, мальчика. Вставай, вставай. Тебя как зовут? Как? Тимофей? Тимофей. Ой, какое же тебе имя красивое. Это, а, Тимофей. А ты знаешь значение своего имени? Не знаешь. Дядя Саша для этого приехал, чтобы тебе рассказать, чтобы ты знал. Тимошечка, мой золотой, твое имя имеет такое красивейшее значение. Вот запомни, запомни. Твое имя имеет значение. Тише, 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 тише. Почитающий Бога. Красивое? Конечно, значение очень красивое. Ты будешь таким, почитающим Бога? Будешь. Хорошо, Тимофей, теперь тебе вопрос. О чем бы ты думал, когда лодка погружается? О чем бы ты думал тогда? Что бы ты начал делать? Громче, громче. Правильно. Попросить прощения у командира? А у кого? У Господа. И когда попросил прощения, а потом бы что ты делал? А потом бы просил Господа, чтобы он помог, чтобы корабль всплыл. Правильно? Данил, ты понял, что надо желать? Вот хорошо, присаживайся. Вы тоже присаживайся. И вот этот Яша, он сразу вспомнил. Мама говорила ему, Яшенька, когда он уходил в армию, неверующим человеком, Яшенька, если тебе будет трудно, ты молись. Яшенька, Иисус, всемогущий Бог, и Он тебе поможет. Яшенька, ты только молись. Ну, Яша тогда об этом не думал. А вот теперь, когда на подводной лодке было темно, и лодка погружалась, вода проникала в лодку медленно, но заходила. И чем глубже опускалась лодка, то взрослые понимают, что происходило. Давление увеличивалось, и вода проникала более активно. И Яша отправился в свое место, где он, где был, где была его коечка, где он спал, и он помолился. Первый раз за многие годы. Он обратился к Богу и сказал, Господь, спаси меня. На корабле производились работы определенные. Кто-то пытался восстановить один, второй двигатель, который не взорвался, но повредился. Это было очень сложно. С трудом запустили третий двигатель. Но лодка не могла подниматься только благодаря одному двигателю. Связь с кораблями разорвалась, потому что они опустились уже ниже, и у них недостаточно было мощности от аккумуляторов. Была паника, и все понимали, что они уходят навсегда в глубину. Но Бог услышал молитву Яши, и не только Яши. Бог услышал молитву Яши, и тех, кто о нем молились в это время, о которых я чуть позже скажу, и им получилось как-то запустить третий двигатель. Он начал работать, и погружение лодки приостановилось. Они не могли плыть, но погружение приостановилось. Это уже обрадовало их. По происшествии некоторого времени усилиями всего состава этой лодки, остановившиеся погружения, они медленно начали подниматься. Это было вопреки всем законам. Они медленно стали подниматься. В это время два крейсера, которые ушли вперед и потеряв связь, они стали идти обратно и искать, прощупывать всякими радарами в глубину морскую. Эта борьба за жизнь шла пять часов. Медленно лодка стала подниматься наверх. И когда она всплыла, то эти два крейсера смогли к этой лодке приплыть. Они присадили весь личный состав лодки на корабль. умершего юношу похоронили в водах Атлантического океана. Лодку взяли на буксир, удивлялись, как это она могла подняться. И отправились обратным путем в ближайший советский порт во Владивосток. Там лодку отправили на ремонт, а личный состав за добросовестную службу советской родине отправили в отпуск. Но перед отпуском органы КГБ провели беседу с личным составом, чтобы никто никому ничего не говорил, что произошло. И вот Яша отправился домой. Он прибыл домой. Папа и мама очень удивились. Он их не предупредил даже. Он прибыл домой, встретил папу и маму. Была большая радость. Но мама потом спросила, спросила у Яши, Яша, а что было 6 марта? Яша испугался, посмотрел на маму и думает, откуда она знает, кто ей сообщил. Но он побоялся, что он дал расписку о неразглашении государственной тайны. И он маме ничего не сказал. Мама ничего не было, он сказал. Он пробыл дома две недели, но родители заметили в нем определенную перемену. И потом опять ушел в армию. Дослужил свой срок, он вернулся домой. Мама опять ему задала, нет, он вернулся домой, и сердце его подтянулось к Богу. И потом он спросил у мамы, мама, а почему ты спросила, что было 6 марта? Что было? Мама рассказала ему. 6 марта в 12 часов ночи у меня какое-то было беспокойство на сердце. Я подошла к постели, смотрю, что и папа не спит. Я говорю, отец, ты почему не спишь? А он говорит, у меня сильно беспокойство на сердце за сына. Они вдвоем встали на колени и начали молиться. Они простояли на коленях до 5 часов утра. Они стояли на коленях и просили Господи, сохрани жизнь нашего сына. Когда Яша вместе с родителями сопоставил это время, это время, что это было, какое это было число, сколько это было времени, хотя это был другой пояс, оказывается, что за несколько минут до взрыва Бог побудил родителей молиться. И когда поднялся корабль, подводная лодка, еще полчаса они молились и потом прекратили молиться, Бог поставил необъяснимое утешение в сердце. И когда Яша все это родителям рассказал, они склонились на колени. И Яша помолился, покаялся перед Господом, пошел в собрание, обновил покаяние в церкви. Он понял, что Бог подарил ему жизнь, подарил ему не для того, чтобы он жил на улице, но для того, чтобы он служил Господу. Сегодня этот хороший брат унесет служение в одной из церквей. вот такую историю он мне рассказал, как Бог помог ему обратиться к себе на подводной лодке. Дети, повинуйтесь родителям своим, чтобы не на подводной лодке вам пришлось каяться, а в собрании, когда побуждает вас будет Дух Святой, и ваша жизнь пройдет так, как угодно Господу, и вы будете иметь благословение и всякое устройство в жизни. Вот такое вам пожелание. Запомните этот текст Писания, послание к Ефесянам, шестая глава, с первого по третий стих. Дети, повинуйте своим родителям. Все запомнили? Я в следующий раз приеду и спрошу. Это первая заповедь с обетованием для всех детей.